Всем привет, ребят! Доброе утречко! Я гуляю с рыжим. Вот он где-то тут неуловимый бегает. Сегодня последний день перед полетом в Россию. Вылет у меня в 6 утра завтра, то есть я буду выезжать, получается, сегодня ночью в аэропорт. И мне еще надо сделать столько дел. Я прям, не знаю, даже часы говорю, когда все успею сделать. Мне надо смонтировать видео на канал о жизни в Израиле, чтобы добавить его, когда я буду в России. Мне надо заполнить некоторые документы в полет. Мне надо съездить и купить виски-корм, потому что у него закончился. Мне нужно будет немного поработать, еще смонтировать влог. И куча-куча стучек, и куча всего. Закачать фильмы в полет, приготовить всю технику, собрать чемодан. У меня вообще ничего не собрано. Кроме купленных подарков, которые я везу в Россию, у меня вообще ничего не готово. Хорошо, что, знаете, мне не нужно ехать делать тесты, потому что у меня есть вот этот вот ТАФ-ЯРОК, зеленый пропуск. С этим пропуском мне надо делать тест. И на территорию России мне тоже можно въезжать без теста, так как я гражданка России. Мне нужно будет делать тест уже там. Посмотрим, когда я успею. Если успею сделать в аэропорту в Москве, то сделаю. Если нет, то уже когда прилечу в Челябинск. Чуть не забыла, я же еще на канале о жизни в Израиле, обещала снять видео со всей бюрократии полета в Россию сейчас из Израиля. Так что, да, нужно начать это делать. Как бы я буду на своем опыте все рассказывать. Какие документы я оформляла, какие тесты я делала и буду делать, и где их буду делать, по каким документам я буду лететь и так далее. Ребят, еду на спорт, несмотря на то, что у меня еще чемоданы даже близко не собраны. Чуть-чуть я так начала собирать, складывать, но на самом деле можно сказать, что вообще ничего не собрано. Сегодня монтировала видео, обзор нашей кухни. Так что скоро на канале о жизни в Израиле выйдет новое видео. Сегодня у меня прямо на самом деле была дилемма ехать на спорт, не ехать, потому что, честно говоря, у меня болит все тело. Я занималась вчера, я занималась позавчера. Потому что, ну, опять же, я уеду, и получается, больше недели я не смогу ходить в спортзал. К тому же те занятия, которые я не использую за неделю, они у меня пропадают. Если бы я не пошла сегодня, то это занятие у меня пропало. Что дилемма у меня прям была. Я была, честно говоря, даже в какой-то момент уверена, что никуда я не пойду, у меня все болит, мне нужно собирать чемоданы и так далее и тому подобное. Но в конечном итоге, где-то за полчаса до начала занятия, такая, ай, надо ехать, короче. Все равно успею я собрать чемоданы, все равно от меня не убудет. Ну, поболят мышцы еще немножко посильнее. Ничего страшного, переживу. Так, ну что, ребята, занималась. Даже успела съездить виски за кормом. Сейчас жду своих мужичков, чтобы сходить с ними в магазин. Ну и плюс, не поднимать же мне сама пакет с кормом. Сейчас я вам покажу, какой корм я виски покупаю в последнее время. Мне кажется, ему он подходит, ему нравится, он его с удовольствием ест. Это, во-первых. Во-вторых, у него сейчас с носом, ну, намного лучше все стало. Я, честно говоря, боюсь какие-то телодвижения делать, там, ему корм менять или еще что-то делать. Вот как оно идет, так мы и будем действовать, потому что на данный момент у него с носом, ну, практически все в порядке. У него прям чистенький носик, поэтому продолжаем с этим кормом жить. Вы тоже знаете сколько? Ну, наверное, третий или четвертый пакет я ему покупаю. Он, конечно, вообще не дешевый. Но, на самом деле, мы никогда виски дешевые корма не покупали, поэтому ничего страшного. Ну, раньше покупали немножко дешевле. В общем, покупаю я виски сейчас такой корм. Акана с бараниной. Да, это вроде баранина. Да, и такой пакет, 11,5 килограммов, стоит почти 380 шекелей. В общем, совсем-совсем недешево. Знаете, я не утверждаю, что это именно корм был виновником, там, его болячек на носу, а этот корм виновник того, что у него болячек нет. Возможно, это всякие мазилки, которыми мы мазали виски нос. Возможно, это уколы, которые мы ему ставили. Возможно, это биопсия, после которой ему стало лучше намного сразу. Не знаю. Возможно, вообще, на самом деле, все в комплексе. Но факт остается фактом, нос на него стал намного лучше, лапа тоже. Вот, так что ничего не меняем. Пока ничего не меняем. Смотрите, какой чистый носик у нашего песика. Носик у песика. Красавчик. Я его еще и покупала недавно, так он вообще даже пахнет вкусно. О, ребят, сейчас у нас где-то 11 часов вечера, и я еле себя заставила начать собирать чемоданы. Целый день тянула, но тянуть уже больше некуда. Так что складываю. Я, наверное, поеду с одним большим чемоданом, который раскладывается. То есть он увеличивается с достаточно приличных размеров. И еще у меня будет небольшой рюкзак, ручная кладь, и все. То есть, к примеру, вот этот вот тролли. Маленький чемоданчик я брать с собой не буду, хотя могла бы. Я думаю, что мне хватит одного большого чемодана. Это, кстати, мой списочек. Чтобы ничего не забыть, я обычно, когда собираюсь куда-то, пишу список, что я должна с собой взять. Кстати, ребят, случилась у меня печаль по свече. Смотрите, на плечи все покрылись плесенью. За один день буквально, представляете? Но это очень скоро портящийся, конечно, фрукт. Поэтому не мудрено. Манго нормальное. Манго тверденькие. Так что я их упаковала уже. Думаю, что они доедут без проблем. Но в отличие, к сожалению, мне придется выкинуть. Ребят, ну что, выезжаю. У меня с собой портфель с ручной кладью. С ручной кладью, это и есть ручная кладь. И вот большой чемодан. Сейчас проверила по выезду. Ехать мне до аэропорта 50 минут. Ну, в принципе, чего я ожидала в час ночи. Дороги пустые, поэтому доеду, я думаю, без единой пробки. Ну, как раз 50 минут, это если ехать вообще без пробок. Ребят, ну что, благополучно я приехала в аэропорт. Поставила вот свою машинку на долгосрочную парковку. И сейчас иду к автобусикам, которые довезут меня до терминала. А вот и мой автобусик, который довезет меня до терминала. Ну все, ребят, я в автобусе. Честно говоря, уже задолбалась, что сказать, с этим чемоданом. Он такой тяжелый. А это еще даже не конец. Фух. Кстати, со стороны водителя заходить нельзя. Вот такие дела. Я, кстати, уже переобулась. Вот такая вот я вся модная. Стильно, модно, молодежно. Не правда ли, а? Главное, чтобы удобно было. Ну все, прошла я все проверки. Осталось только забрать мою страховку, карточку страховую. И сесть на самолет. Вот и все. И я на самом деле уже голодная. А до вылета у меня еще два с половиной часа. Вот. Смотрите, как круто сделаны часы из машин. Машина меняется. И образуется новое число. Новое время. Сейчас я вам поближе покажу. Вот видите, разъезжаются машинки. И сейчас вместо нуля встанет однерка. Ладно, они едут, красавчики. Классно. Это же надо было такое устроить. Ну все, ребята, закончилась вся бюрократия. До вылета у меня осталось где-то два часа. И, наверное, я сейчас где-то поем, потому что я очень голодная. А до полетного ужина ночного, наверное, еще минимум три часа. Потому что его не будут подавать, как только мы взлетим. Поэтому пойду-ка я где-то потрескаю что-нибудь. Взяла я себе сэндвич с лососем. Который, честно говоря, не выглядит очень уж аппетитным. Но выбора тут особо нет. Поэтому взяла то, что было. И попить себе взяла пепси. Очень хотела кофе. Но я подумала, если я выпью кофе, то я точно в самолете не усну. Мне и так очень сложно спать в самолете. Поэтому не буду усложнять себе жизнь. Лучше я в самолете посплю. Ребятки, я поела. Уже не голодная. Зашла в дьюти-фри. В общем, потянула время как могла. Купила себе немного уходовой косметики. Всякие разные кремики. Два крема дневных купила для лица. Один крем ночной. Крем для глаз. Умывалку. В общем, буду пробовать. Не брала эту еще фирму. Не пробовала никогда. И не удержала, взяла себе еще вот такую штучку вкусненькую. Сейчас буду трескать. Началась наконец-то посадка на рейс. А это наш самолетик. Сейчас немного очередь рассосется. Потому что, как всегда, все встали. Все боятся опоздать на самолет. Стоят в очереди. Я пока подожду. Пока очередь рассосется. И тоже пойду садиться в самолет. Без меня самолет не улетит. Это уж точно. Честно говоря, ребята, я немножко засыпаю уже. Надеюсь, в самолете я засну и просплю весь рейс. Хотя я, конечно, в этом очень сомневаюсь. Но надежда умирает последней, как говорится. Ну и на этом я буду с вами прощаться, ребят. Увидимся в следующем влоге. Который я начну снимать, наверное, через пару часов уже. Так что всем огромное спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok